МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. И сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нажмем на газ. Чуваши – участник пилотного проекта по переводу общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо. Безопасность превыше всего. В дошкольных учреждениях столицы устанавливаются системы видеонаблюдения. Дела сердечные. Как лечить осложненные формы ишемической болезни сердца в Чебоксарах обсуждали лучшие кардиологи страны и зарубежья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как расширить использование природного газа в качестве моторного топлива говорили сегодня в Нижнем Новгороде. Еще в 30-е годы 19 века английский ученый запатентовал газовый двигатель. А в 1860 году построили мотор, который работал на смеси газа и воздуха. Спустя два десятилетия в качестве горючего начали использовать бензин. И о газе как-то несправедливо забыли. И вот спустя полтора века в России задались вопросом. А, собственно, почему мы до сих пор не ездим на газе? О том, как расширить использование природного газа в качестве моторного топлива. Наш репортаж в совещании по вопросам расширения использования природного газа в регионах Приволжского федерального округа. Еще в апреле прошлого года Дмитрий Медведев заявил о необходимости перевести автопарк страны на использование газомоторного топлива. И требовал от правительства проработать возможность такого перехода. По мнению экспертов, использование газа транспортом вместо традиционных бензинового или дизельного пойдет стране на пользу и экономике, и экологии. Впрочем, совершить такой переход власти России пытаются уже на протяжении нескольких лет. Выдающихся успехов пока нет. А вот определенные препятствия есть. О том, как их преодолеть, и говорили на совещании в Нижнем Новгороде. Оно прошло под предводительством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, министра промышленности и торговли, министра энергетики и министра транспорта России. Пригласили сюда руководителей субъектов ПФО. Среди них и глава Чувашии Михаил Игнатьев. До начала мероприятия участники осмотрели выставку газомоторной техники. Здесь представили транспорт для грузоперевозок, сельхозтехнику. Но особый интерес вызвал именно транспорт пассажирский. Это различные автобусы на газомоторном топливе. Вполне вероятно, что подобные мы скоро увидим и в нашей республике. Но то, что на сегодняшний день Министерство промышленности Российской Федерации принимает решение в пользу регионов, субсидирование стоимости автобусов и другой техники, это неплохо. 30% это на автобусы, 15% на сельхозтехники. Но проблема прежде всего сейчас в заправках. Потому что на природном газу у нас одна единственная заправка. Мы предлагали акционерному обществу «Магазпром». Пять площадок мы отобрали. Они готовы за счет своих инвестсоставляющих строить. «Магазпром» нам представил свои предложения даже по передвижным заправочным станциям. Это тоже для нас приемлемо. Поэтому будем в перспективе создавать условия для всех тех, кто в этом нуждается. Ну а после совещания и осмотра выставки перешли к реальным действиям. Открытое акционерное общество «Магазпром» подписало соглашение о сотрудничестве в области применения газомоторного топлива с Самарской областью, Удмуртией и нашей республикой. Чувашская республика была отмечена в числе шести регионов округа, уже подтвердивших участие в пилотном проекте перевода общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо. К другим темам. В столице действует муниципальная программа «Наш безопасный детский сад», которая рассчитана на два года. Сегодня наша съемочная группа проверила, как работает эта программа в детском саду номер 7. «Безопасный детский сад» – это продуманная среда от входа на территорию детского сада до комфортного пребывания дошкольника в группе и на прогулочной территории. Одно из направлений работы – установка шлагбаумов, система видеонаблюдения, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», система оперативного оповещения дежурных подразделений. Кроме того, программа предусматривает своевременную вырубку деревьев, качественное асфальтное покрытие, наличие велопарковок с автогородком. Установлен шлагбаум. Действуют видеокамеры. Их у нас 10. Они находятся по периметру здания детского сада. Также действует система оперативного оповещения дежурных подразделений УВД. Мы очень рады, что администрация детского сада первой в городе установила шлагбаум с дистанционным пультом управления. Это позволяет усилить контрольно-пропускной режим на территории детского сада. Это очень важно для нас, родителей, оставлять ребенка в условиях безопасности. Информацию с видеокамер могут видеть не только на пульте дежурного, но и родители из дома. В ближайшее время во всех детских садах города будут установлены подобные системы. В Чебоксарах сегодня прошла всероссийская конференция «Стратегия и тактика лечения осложненных форм ишемической болезни сердца». Ее почетный председатель – профессор Винсент Дор, который руководит кардио-тракальным центром в Монако. Российские и зарубежные кардиохирурги обсудили методы лечения и поделились опытом с коллегами. Боли в области сердца, одышка, возникающие после перенапряжения или эмоционального стресса – такие проявления могут свидетельствовать об ишемической болезни сердца. Это хроническое заболевание. Для подтверждения или опровержения диагноза необходимо обратиться к врачу. Кардиологические заболевания остаются одним из основных факторов заболеваемости и смертности населения. Тем не менее, в большинстве случаев можно решить данную проблему при помощи своевременной диагностики и лечения. Клиника должна выполнять комплексно все виды лечения, то есть комплексно подходить к пациенту. Как раз на нашу республику с численностью населения и достаточно республиканского кардиологического диспансера, где сосредоточена как амбулаторно-поликлиническая служба с присутствием кардиологов, терапевтов, других узких специалистов, необходимых для консультирования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мощная кардиохирургическая служба. Мы очень рады, что у нас сегодня в гостях такие известные люди, как Винцендор, и мы приветствуем его. Вчера он посетил наше лечебное учреждение, и операцию проводили наши кардиохирурги. Он стоял рядом, консультировал, помогал, советовал и, если необходимо, поправлял. Также он осмотрел пациента. Пациент после операции сегодня в хорошем самочувствии, состояние стабильное. Вчера была обычная операция, операция ортокоронарного шунтирования, именно с методикой Винсента Дора. Пушкин – наше все. Сегодня в России Пушкинский день, а еще Международный день русского языка. Он установлен по решению ООН. Кроме того, русский язык входит в число шести официальных языков организации. Сегодня наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы выяснить, знают ли жители стихи великого поэта. Сегодня исполняется 215 лет со дня рождения, пожалуй, самого знаменитого поэта в истории нашей родины Александра Сергеевича Пушкина. С творчеством так называемого «Солнца» русской поэзии все знакомы еще со школьной скамьи. Тем не менее, есть в его биографии детали, которые могут показаться интересными даже тем, кто знает наизусть всего Евгения Онегина. Оказывается, в знаменитый царско-сельский лицей Пушкин поступил по блату. Благодаря весьма известному и талантливому поэту, а по совместительству и дяде Василию Пушкину. Еще одним известным родственником поэта был его дуэлянт Дантес. На момент дуэли он был женат на родной сестре жены Пушкина Екатерине Гончаровой. Первая дуэль писателя случилась в лицее, а всего их было около 30. Сам же Пушкин по слухам предлагал стреляться более полутора сотен раз. А знают ли жители города стихи известного поэта? И вообще, что им известно о Пушкине? Был великим русским поэтом, который принес большой вклад вообще во всю литературу. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Я вас любил так искренне, так нежно, так дай же Бог любимый быть другим. Что знаете о Пушкине? Что это был, что его убил Дантес на дуэли из-за любви. Все смерти из-за женщин. Мороз и солнце, день чудесный. Ну что ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Негай взоры, что-то там и дальше не помню. Золотая цепь надо бетом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь забоет. Налево сказки, говорит, там чудеса, там лешик бродит. Русалка на ветях сидит. Люблю грозу в начале мая. А, и у Пушкина известное произведение, когда умер после дуэли с Бортезом. А дуэль с Бортезом окружена очень многочисленными тайнами. А почему Пушкин сразу? А потому что сегодня у него юбилей, 215 лет со дня рождения. Ну, тогда я его поздравляю с юбилеем. Желаю, чтобы он... Ну, желаю, чтобы больше его любили, как бы знали. Мороз и солнце, день чудесный. Что ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой. Сомкнутые негай взоры. На встречу северной авроры. Сейчас. Звездой севера явись. Я помню чудное мгновение. Ну, это помню. А дальше что? Дальше передо мной явилась ты. Ну, вот вы явились. Про лукоморье помните? Дуб зеленый, да, помню. Расскажите. Золотая цепь на дубе том. Вот, что про кота там, куда налево-направо там ходит. Хороший поэт. Сказку про мертвую царевну он написал? Да. А еще какие? Ну, это как он. Какие сказки у нее? Царевна Лягуська тоже он что-то написал? Лукоморье. Дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый шагает по цепи кругом. Неисправная электропроводка стала причиной пожара в юго-западном районе Старицыно, улица Гражданская. Эту квартиру хозяева сдавали. Семья уехала, но осталась одна женщина. Ненадолго она вышла в магазин, а когда вернулась, из окон квартиры валил дым. Очаг возгорания находился в зале. Предварительным данным причиной возгорания стала неисправная электропроводка. На тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Главное управление МЧС просит не оставлять включенными электрические приборы. Коротко о том, что обсуждали блогеры за прошедшую неделю в рубрике «Новости из сети». Велодорожка, 18-й километр, стала местом столкновения начинающих велосипедистов. Возвращаясь с поездки в Шомиково, столкнулся с женщиной на велосипеде на велодорожке. Ладно, ехал не очень быстро, еще и груженный. Видев впереди скопление людей, начал сигналить звонком. Одна из женщин все равно решила объехать других. Но вдруг потеряла равновесие и полностью перегородила дорогу. Я не успел ни на тормоза нажать, ни уйти на обочину. И я, и женщина получили синяки и царапины. На этой дорожке полно дилетантов. Стараюсь там не кататься, если только утром. Народу там немерено. Есть даже дети лет двух-трех на трехколесных велосипедах. Наверное, буду ездить по дороге. Там, кажется, безопаснее сейчас. Вероятно, при таком незначительном количестве велодорожек в Чебоксарах разъехаться на одной – большая трудность. Но есть и положительный момент. На заливе от администрации главы Чувашии до набережной идет строительство новой велодорожки. Раньше там как раз была велотропинка для подъема на президентский бульвар. Если будет дорожка, то отлично. А пока в Чебоксарах осваивают инфраструктуру для двухколесных, наши земляки отправляются в длинное путешествие на автомобилях. Еще в 2010 году Ян Ермощук задумал проехаться по маршруту от Астрахани до Владивостока. Так, чтобы его путь нарисовал на карте имя нашей страны. В этом году идея превратилась в реальность. Сегодня в 5 утра команда экспедиции совершила технический старт и отправилась в Астрахань. 8 июня начнется рисовка трека. Маршрут затронет и столицу Чувашии. Следите за подробностями в наших следующих выпусках новостей. Художественный музей на время стал хранилищем сакральной чувашской культуры. Сегодня здесь открылась выставка художника Сергея Патшина с одноименным названием. Википедия трактует понятие сакральности однозначно. Священность, святость. Для Сергея Патшина родная земля всегда была обетованной, хотя большую часть жизни он живет за пределами Чувашии. По профессии психолог, по духу художника Сергей начинал с резьбы по дереву, женских портретов, натюрмортов. Именно они составляют нынешнюю экспозицию. Хотя картины размещены строго в определенном порядке по номерам. Нумерология еще одно увлечение художника. Он уверен, что числа играют огромную роль в жизни человека и готов доказать это каждому. Сакральная чуваша – это выставка во времени. У Сергея Патшина всегда особое исчисление. Сегодняшний день – это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И также сегодняшний день связан определенными интуитивными влияниями. Сегодняшний день также является выходом сознания человека определенного русла. И все эти картины, которые я предоставил к суду, к человеку и суду всем тем, которые к посетителям, я бы хотел отметить, что все, что здесь показано, это все для достояния народа. В эти выходные, 7 и 8 июня, все православные люди поминают своих близких. По предварительным данным, в Троиту на Чебоксарские кладбища выйдут несколько десятков тысяч человек. Столичная мэрия увеличила количество автобусов номер 14, 3 и 10. Последние будут доезжать до места покоения. Рекомендовала владельцам маршруток, территориально работающих вблизи кладбищ, продлить движение. На субботу и воскресенье билет до кладбища в Яушах по маршруту номер 249 будет стоить 16 рублей вместо 40. Для личного транспорта движение в эти дни будет ограничено со стороны улицы Богдана Хмельницкого в Чебоксарах и со стороны Карачур на железнодорожном переезде. Но ветеранов и инвалидов вместе с родственниками будут на машинах пропускать. На всех кладбищах будут работать биотуалеты. Чемпионат России по спортивной ходьбе стартовал сегодня в Чебоксарах. В соревнованиях участвует около 170 сильнейших скороходов практически из всех регионов, где развивается этот вид легкой атлетики. Сегодня, в первый день соревнований, разыгрывались медали на двух основных дистанциях среди женщин и мужчин-юниоров. Пока город просыпался и ехал на работу, на набережной Чебоксарского залива уже вовсю шли соревнования. Из-за жаркой погоды старт женщин на 20 километров чемпионата России по спортивной ходьбе перенесли на час раньше. На Чебоксарской трассе планируется завершить комплектование команды России. В стартах не приняли участие лидеры, уже обеспечившие себе место в составе российской команды по итогам Кубка мира по спортивной ходьбе. Это Анися Кирдябкина, Алимира Элембекова, Михаил Рыжков и Андрей Рузавин. В отсутствие лидеров женской ходьбы фавориткой считалась Вера Соколова. Вера практически с первых километров стала отрываться от своих соперниц. На чемпионате мира в 2013 году Веру сняли с дистанции за 450 метров до финиша. И вообще, в прошлом году наша спортсменка часто оставалась за чертой призеров или не пересекала финишную черту. Поэтому победить на российском чемпионате, да еще и дома, для Соколова было важно. За несколько кругов до финиша Вера стала наращивать темп, но судьи сделали ей два замечания. И вновь над спортсменкой нависла угроза схода. Но Вера все же сумела сохранить технику до конца дистанции и заняла первое место. Основная задача была отобраться. Да, я прислушивалась к советам тренеров, сбавила когда надо. Ну, итог, то что дошла до финиша. Спортсменка считает, что для такой жаркой погоды она показала хорошее время. Сегодня главным был результат. Второе место занялась Светлана Васильева. Третьей стала Лина Бекулова. Те, кого мы ожидали, они пришли к победе, к призовым местам. И Вера Соколова, и Света Васильева, и Лина Бекулова. Это люди, которые проходят подготовку в сборной команде и целенаправленно готовятся, в общем-то, к попаданию в команду на чемпионат Европы. Алексей Мельников считает, что теперь надо еще больше работать над техникой, чтобы на чемпионате Европы в Цюрихе не было нарушений. Предмет для более тщательной работы. Ну, есть у каждого человека и анатомические особенности, и все. Ну, просто будет больше себя, больше работать над техникой, лучше контролировать себя. То есть это предмет для размышления, осмысления и дальнейшей работы. У мужчин на двадцатке первенствовал Денис Стрелков. В призовую тройку также вошли Петр Трофимов и Павел Паршин. Завтра в 7 утра мужчины выйдут на марафонскую дистанцию в 50 километров. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Такой была эта пятница глазами журналистов национального телевидения. А я с вами прощаю. До свидания. Удачных выходных. Субтитры подогнал «Симон»